68 талантливых школьников из 24 регионов России, а также Армении, надолго запомнят экспедицию в таинственный мир Арктики. Организовали поездку школы Росатома и сеть информационных центров по атомной энергии. Шансы отправиться в путешествие на ледоколе получили лучшие из лучших. Впечатления невероятные, потому что, ну как мы все привыкли слышать, что просто белый льдин, и там где-то ходят и машут нам ручками белые мишки. Но нет, это совсем не так. Я увидела невероятно большие, например, голубые, бирюзовые льдины. Я увидела, как ледокол раскалывает лед под нами. Это тоже было невероятно. Школьники еще долго будут под впечатлением от поездки. С 13 по 22 августа юные исследователи путешествовали по Северному полюсу, познакомились с капитаном ледокола Дмитрием Лобусовым, насладились снежными пейзажами, проверили школьные знания и поучаствовали в мастер-классах. Школьники получили много полезной информации от знаменитых спикеров. С нами был Валдис Пельш. Он нам показывал... Он как раз снимал там свой документальный фильм. Он нам показывал прошлый документальный фильм, и мы ему задавали какие-то вопросы. Программа путешествия включала в себя как образовательную, так и развлекательную часть. За три дня работы киномастерской «Ледокол Пикчерс» юные путешественники успели примерить на себя роли режиссеров, сценаристов, операторов и монтажеров. Участники побывали на творческом вечере народной артистки России Еленой Яковлевой, пообщались с актрисой Анастасией Макеевой и блогером Русланом Усачевым. Саровчанке особенно понравилась подготовка флешмоба, которую снимали на Северном полюсе. С нами работал танцор, победитель первого сезона «Танц-на-тентель» Шад Шабаев, продюсер «Десять песен атомных городов» Тимур Ведерников. Мы пели, танцевали, репетировали. И уже когда приплыли на сам Северный полюс, не только фотографировались с флагами и прочее, мы танцевали эти флешмобы. Участники экспедиции присоединились к празднованию Дня государственного флага и развернули на Северном полюсе полотно триколора размером 12 на 18 метров. Юные пассажиры увидели острова Архипелага, земля Франции Иосифа с птичьим базаром в бухте Тихой, айсберги и новую землю. Школьники успели познакомиться с дикими животными Северного полюса. Марьяне посчастливилось увидеть белых медведей и моржей. Один из них, допустим, он перед нами позировал и потом плюхнулся в воду перед нами, а на другом летнике мы увидели целое севейство моржей и довольно-таки долго за ними наблюдали. На протяжении всей программы участники получали призы от спонсоров и организаторов экспедиции. Но самое главное, по мнению саровчанки, то, что дети увидели красоту Арктики, отключили интернет, оторвались от социальных сетей и непрерывно общались. Ребята завели себе много друзей с разных уголков страны, с которыми и после путешествия поддерживают связь. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.